Наша Вселенная Луна – естественный спутник Земли, самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших планет к Солнцу, Меркурия и Венеры, спутников нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны – 384,5 тысяч километров, что примерно равняется 30 диаметрам Земли. Луна является единственным астрономическим объектом, на котором побывал человек. Тем не менее, несмотря на свою относительную близость к нам и кажущуюся простоту, наш спутник продолжает скрывать немало интересных тайн, и некоторые из них стоят того, чтобы о них узнать. Вы когда-нибудь замечали, что когда Луна находится прямо на линии горизонта, она кажется больше? Этот эффект – плод воображения нашего мозга. Подумайте о том, что происходит, когда вы видите на горизонте своих друзей. Хотя вы видите их маленькими, наш мозг отказывается воспринимать эти размеры. Кое-что похожее происходит и с Луной. Феномен, известный как иллюзия по носу, заключается в том, что мозг искажает размеры Луны и делает ее больше, чем она на самом деле есть. Не верите? В следующий раз, когда вы посмотрите на увеличенную Луну, закройте все остальное руками, вот увидите, она сразу уменьшится. Русское слово «Луна» восходит к прославянскому «Луна светлая», к этой же эндоевропейской форме восходит и латинская «Луна». Греки называли спутник Земли «Селеной», древние египтяне «Ях» или же «Иях», вавилоняне «Син». Откуда взялась Луна? Простого и точного ответа нет, но тем не менее, наука позволяет сделать несколько предположений. Есть пять основных теорий происхождения Луны. Теория деления утверждает, что Луна когда-то была частью нашей планеты и отделилась от нее на очень раннем этапе истории Земли. На самом деле, Луна как раз могла бы находиться на месте современного Тихого океана. Теория захвата говорит, что Луна просто скиталась по Вселенной, пока не была захвачена земной гравитацией. Другие теории гласят, что наш спутник либо сформировался из обломков астероидов, либо остался от столкновения Земли с неизвестной планетой размером с Марс. Самая достоверная на данный момент теория происхождения Луны называется теорией колец, согласно которой протопланета под названием Тея столкнулась с Землей и образовавшееся после этого облако мусор в конечном итоге собралось вместе и превратилось в Луну. Можно также утверждать, что у Земли есть больше одного спутника. Здесь не идет речь о второй Луне, просто ученые открыли несколько астероидов, которые сопровождают Землю во время ее движения вокруг Солнца. Вокруг Земли также вращается более 8000 объектов, большая часть которых классифицируется как космический мусор или обломки, оставленные космическими кораблями и миссиями в прошлом. Всем известно, что человек на Луне был, но не все знают, что человек использовал Луну как стандартное место для пикника. Побывавшие на Луне астронавты оставили там немало мусора. Считается, что на поверхности Луны покоится свыше 180 тонн искусственных материалов. Разумеется, виновны не только астронавты. Специально они не разбрасывали по Луне обертки от сэндвича и банановые корки. Большая часть этого мусора осталась от различных экспериментов, космических зондов и лунных роверов, некоторые из которых функционируют до сих пор. Юджин Джин Шумейкер, известный астроном и геолог, в своих кругах является кем-то вроде легенды. Он разработал методы научного исследования космического воздействия, а также придумал приемы, которые астронавты Аполлонов использовали для исследования Луны. Шумейкер сам хотел стать астронавтом, но не смог получить эту работу из-за незначительных проблем со здоровьем. Это оставалось самым большим разочарованием на протяжении всей его жизни. Но Шумейкер, тем не менее, продолжал мечтать о том, что когда-нибудь все же сможет сам посетить Луну. Когда он умер, НАСА выполнили его самое заветное желание и отправили его прах на Луну со станцией Lunar Prospector в 1998 году. Его прах остается там, развеянный среди лунной пыли. Движение Луны довольно сложное, и при его расчете необходимо учитывать множество факторов. Например, приплюснутость Земли и сильное влияние Солнца, которое притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля. Каждый год Луна сдвигается на 3,8 см дальше от Земли. Вследствие этого, в течение прошлого века, вращение Земли ежедневно замедлялось на 2000 доли секунды. Большинство людей уверены, что Луна – это спутник. Тем не менее, многие утверждают, что Луна должна быть классифицирована как планета. С одной стороны, она слишком крупная для настоящего спутника. Ее диаметр равен четверти диаметра Земли. Так что Луну можно назвать крупнейшим спутником в Солнечной системе, если учитывать это соотношение. У Плутона, правда, тоже есть спутник под названием Харон, диаметр которого равен половине диаметра самого Плутона. Только вот Плутон больше не считается настоящей планетой, так что Харон мы в расчет принимать не будем. Из-за своих больших размеров Луна на самом деле не находится на околоземной орбите. Земля и Луна вращаются друг вокруг друга, и вокруг некой точки в центре между ними. Эта точка называется Бари-центром. А иллюзия того, что Луна находится на орбите Земли, вызвана тем, что центр тяжести в настоящее время находится внутри земной коры. Именно этот факт и не позволяет классифицировать Землю с Луной как двойную планету. Однако в будущем положение может измениться. На Луне случается лунотрясение. Несмотря на то, что по сути Луна – это просто мертвый кусок скалы с крайне низкой геологической активностью, движения коры случаются и там. Называются они лунотрясениями, по аналогии с землетрясениями. Существует четыре вида лунотрясений. Первые три – глубокие лунотрясения, колебания от ударов метеоритов и тепловые лунотрясения, вызванные солнечной активностью, относительно безопасны. А вот лунотрясения четвертого вида могут быть довольно неприятными. Обычно они составляют до 5,5 баллов по шкале Рихтера. Этого достаточно, чтобы начали дрожать небольшие объекты. Длятся такие толчки примерно по 10 минут. По данным НАСА, такие лунотрясения заставляют нашу Луну звенеть как колокол. Самое пугающее в этих лунотрясениях то, что у нас нет ни малейшего понятия о том, что именно их вызывает. Землетрясения на Земле, как правило, вызваны движением тектонических плит. Но на Луне тектонических плит просто нет. Некоторые исследователи думают, что они могут иметь некоторую связь с приливной активностью Земли, которая как бы тянет Луну на себя. Однако теория ничем не подкреплена. Приливные силы связаны с полнолуниями, а лунотрясения обычно наблюдаются в другое время. На некоторых снимках, сделанных различными спутниками, видны очень странные вещи на поверхности Луны. Кажется, что на Луне есть искусственные конструкции, размер которых варьируется от совсем крошечных, обычно имеющих форму параллелепипеда, до обелисков менее полутора километров высотой. Любители паранормальных явлений даже нашли среди этих объектов большой замок, висящий высоко над поверхностью Луны. Все это как будто указывает на развитую цивилизацию, ранее ожившую на Луне, и якобы построившую сложные структуры. НАСА никогда не опровергали эти странные теории, несмотря на то, что все снимки, скорее всего, подделаны приверженцами теории заговора. Когда Нил Армстронг и Бас Олдрин впервые ступили на Луну, они сделали удивительное открытие. Тени на Луне гораздо темнее земных, из-за отсутствия атмосферы. Все лунные тени абсолютно черные. Как только астронавты шагали в тень, они больше не могли видеть собственные ноги, несмотря на ярко пылающий в небе солнечный диск. Конечно, астронавты смогли приспособиться к этому. Но такой контраст между темным и светлым участком поверхности все же остался проблемой. Астронавты заметили, что некоторые тени, а именно их собственные, имеют галла. Такое свечение. Позже они узнали, что жуткое явление объясняется эффектом оппозиции, при котором у некоторых темных теневых зон появляется яркий ореол. При условии, что наблюдатель смотрит на тени под определенным углом. Тени Луны стали бичом многих миссий Аполлон. Некоторые астронавты обнаружили, что выполнить задачи по обслуживанию корабля невозможно, потому что они не могли видеть, что делают их руки. Другие же думали, что случайно приземлились в пещере. Такой эффект создавался из-за отбрасываемых склонами теней. Одна из самых удивительных и вместе с тем самых опасных вещей на Луне – это лунная пыль. Как всем известно, песок проникает повсюду и на Земле. Но пыль на Луне – субстанция крайне опасная. Она мелкая, как мука, но при этом очень грубая. Благодаря своей текстуре и низкой гравитации она проникает абсолютно куда угодно. У НАСА были многочисленные проблемы, связанные с лунной пылью. Она разрывала ботинки астронавтов почти полностью. Проникала внутрь кораблей и скафандров и становилась причиной лунной сенной лихорадки. У несчастных астронавтов, если те ее вдыхали. Считается, что при длительном контакте с лунной пылью любой, даже самый прочный предмет может сломаться. Да, кстати, эта дьявольская субстанция пахнет, как сжженный порох. Хотя гравитация на Луне равняется только 1,6 от земной гравитации, двигаться по ее поверхности – настоящий подвиг. Бас Олдрин говорил, что основать на Луне поселение будет чрезвычайно сложно. Многие астронавтов в громоздких скафандрах утопали в лунной пыли почти на 15 см. Несмотря на низкую гравитацию, инерция человека на Луне высока. Поэтому двигаться быстро или менять направление там сложно. Если астронавты хотели двигаться быстрее, им приходилось изображать из себя неуклюжих кенгуру, что тоже было проблемой, поскольку на Луне полно кратеров и других опасных объектов. В конце 50-х годов прошлого века команда людей, именуемая «Проект А-119», решила, что запустить ядерную ракету на Луну будет очень хорошим решением. Почему? Очевидно, они надеялись, что это обеспечит им успех в космической гонке. К счастью, план так и не осуществился. Еще одна из самых интересных тайн Луны состоит в том, что у Луны отсутствует магнитное поле. Удивительно то, что при этом камни, которые астронавты впервые перевезли с Луны на Землю в 1960-х годах, магнитными свойствами обладали. Может, камни имеют инопланетное происхождение? Ведь как они могут обладать магнитными свойствами, если на Луне нет магнитного поля? За прошедшие годы наука установила, что магнитное поле у Луны когда-то было, но пока никто не может сказать, почему оно исчезло. Существует две основные их теории. Одна гласит, что магнитное поле исчезло из-за естественных движений железного ядра Луны. А вторая утверждает, что это может быть связано с серией столкновений Луны с метеоритами. Влияние Луны и Земли друг на друга невозможно отрицать. Тем не менее, влияние Луны на людей является источником постоянных дискуссий. Многие считают, что полная Луна является причиной странного поведения людей, но наука не может дать убедительных доказательств за или против этой теории. Зато наука согласна с тем, что Луна может нарушать цикл человеческого сна. Согласно эксперименту, проведенному в университете Базеля в Швейцарии, фазы Луны влияют на циклы сна человека строго определенным образом. Хуже всего, люди спят, как правило, именно в полнолунии. Эти результаты в полной мере могут объяснить так называемое лунное безумие. Согласно эксперименту и уверениям многих людей, именно в полнолунии им чаще всего снятся кошмары. На этом пока все. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok